Второе. Реологические свойства. Все многообразие коллоидных систем можно разделить на свободные и связанные дисперсные. Отсутствие или различная степень структурирования значительным образом оказывается на их структурно-механических реологических свойствах – упругости, прочности, вязкости и пластичности. Реологические свойства системы зависят от ее природы и физического состояния и проявляются по разным – жидком, твердым и промежуточным, то есть переходным состояниям. Субтитры создавал DimaTorzok Пластичность или пластическое течение системы, в отличие от упругого и вязкого, представляет собой нелинейное поведение, когда отсутствует пропорциональная связь между внешней нагрузкой и деформациями. Пластичностью называют свойства тел, необратимо изменяясь, не разрушаясь, в свою форму под действие внешних сил. Такое особое реологическое поведение системы объясняется ее природой – пластичностью, что можно объяснить совокупностью процессов разрыва и перестройки межатомных связей, которые в кристаллических телах обычно протекают с участием своеобразных подвижных линейных дефектов. Вместе с тем, пластичность типична для разнообразных дисперсных структур. В этом случае механизм пластического течения заключается в совокупности актов, разрушении и восстановлении контактов между частицами дисперсной фазы. Пластичное тело, в отличие от жидкости, после снятия напряжения сохраняет придуманную ему форму. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Одним из важных прикладных разделов реологии является виброреология. Ее законы широко используются в практике строительства, в частности при формовании бетонных и железобетонных изделий, а также при укладке асфальта бетона в дорожное полотно автомобильных дорог. Процесс формообразования бетонных изделий начинается еще на первой стадии уплотнения и может быть завершен в случае использования пластичных смесей. Однако в жестких смесях процесс формообразования может быть доведен до конца, только после возникновения явления тексатротного разжижения, то есть при переходе системы в текучее состояние от механического воздействия. Соответственно, для достижения указанной цели необходимо привлекать в соответствующих случаях теорию и практику виброуплотнения, а также теорию упругопластичных и вязких средств. Продолжение следует... Продолжение следует...